У золотой молодежи появились новые развлечения, экстремальные, несколько вызывающие, то есть мальчики и девочки, которых принято называть мажорами, прикидываются бомжами, проститутками, просят милости у них в электричках, то есть, собственно, ныряют на самое дно общества. И представит нам эту тему специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Токарева, которая провела целое расследование, ее мы тоже приветствуем сегодня. Здравствуй, Даша! Спасибо, взаимно. Здравствуйте всем. Сложно, наверное, прямо так представить эту тему, и я бы немножко не согласилась, не только мажоров. К сожалению, изначально эта история появилась именно с мажорных взрослых. Молодежи стало тоже скучно. И прежде всего сейчас золотой молодежи, которая уже поела в ресторанах лучших, заимела папин Феррари. Полетали на папинах самолетах. Спрыгнули с парашютом и со всем остальным. Окунулись в фонтан папиной нефти, конечно, конечно. А то, а то. И как у Скруджа Макдак, да, в известном мультфильме, прыгнули в гору с золотом. И действительно это так. То есть у них было все. И если многие ребята хотят в свои 14, 15, 17 лет вот попробовать всего этого, соответственно, для этого выучиться, там, заработать денег, им этого ничего не надо, им это уже неинтересно, они это попробовали. Вообще никакой мотивации в жизни нет. Нет, нету. Она кончилась. То есть вот хочется, чтобы нервы что-то пощекотало. Вот именно вот этого ощущения жизни. Они потеряли вот уже чувство жизни. И захотелось чего-то еще. Вам удалось узнать, из какого это мира? Абсолютно. Это однозначно. Это девочки, родители которых имеют средний бизнес. То есть это не рублевка? А однозначно нет. Это, скажем так, с хорошим-хорошим достатком, но не олигархи. Вот знаете, почему меня это взволновало? Если бы это были дети рублевские, то мне вообще эта история, ну, в принципе, неинтересна. Меня другое настораживает, что этим теперь занимаются нормальные дети из нормальных семей. Вот у меня у подруги, которую очень, я ее знаю, средний достаток, сама вырастила двух детей. Тут она приходит и говорит, дочка, которая учится в архитектурном институте, свалилась с крыши. Я говорю, как свалилась с крыши? Как она там оказалась? Ой, ну ты знаешь, там у них теперь так принято, они на крышу ходят, они там сидят, они там читают. Я говорю, я вообще не помню, что ходят на крышу. Да, но у них сообщество. Ну ты, говорит, устарела, ты не понимаешь. У них теперь так принято. И я действительно почувствовала себя старой, потому что вот я не могу себе представить, что вот так молодежь теперь развлекается. И с среднего достатка. Да, абсолютно с среднего достатка. И при том они подтягивают ребят, которые и немного зарабатывают. И насколько я понимаю, доказать это практически невозможно, что за этим стоят взрослые. Но, объясню почему. Потому что в каждой такой, скажем, секте, потому что по-другому это назвать нельзя, а это электричкинг, о котором я в двух словах сейчас расскажу. И руфрайдинг, как раз прыжки по крышам и по крышам. Это называется уже руфрайдинг, целый термин. Да, и это целое термин и целое направление, при том пришедшее к нам с запада. И куча других вот игр в выживание. Везде идёт очень такая мысль, которая зацепляет подростков. Если ты рискнул, ты молодец, ты взрослый, ты отличился, ты доказал. И везде вот эти вот правила прописаны, что типа, ты молодец. А вот раньше же, в 16 лет, они же все волновались, ой, надо поступать, ой, ЕГЭ, ой, репетиторы. Вот сейчас уже это их не волнует? Да дело-то в чём. Раньше мы должны не забывать, ещё были кружки, секции спортивные и всё остальное. Сейчас, по большому счёту, многим это либо не по карману, либо родителям до этого нет дела. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, наверное, мне 19 лет всего лишь, вот услышал о золотой молодёжи. Я работаю, учусь, да, я студент, зарабатываю. Просто, наверное, я попал в такую компанию, где приходится это показывать. Вот и всё. Я не из богатой семьи, и далеко у меня образование не деревянное. Я учусь, то есть у меня медаль. Поэтому... А что вы делаете из того, что мы перечисляли? В принципе, вот эти все катания, ночные катания, развлечения, извините, пьянки, гулянки, это всё есть. Но пьянки, гулянки, понятно, они всегда были и будут. А вот то, что вы можете провалиться, сломать себе ноги и никогда больше не подниметесь, вы об этом задумываетесь? Вот, да, об этом задумывался, когда я третий раз прыгнул с парашютом. Вот эти все, собственно говоря. Вот тогда я задумывался, потому что тогда случилась экстренная ситуация, и да, мне пришлось... Вот, я полежал на больничной койке, но, тем не менее, мне пришлось отказаться больше. Иван, а вот скажите, вот неужели ваша компания так вам дорога, что вы готовы рисковать жизнью, только чтобы там, ну, извините за это слово, вот немножко понтануться, что я такой же, как и вы? Или что? А это даже не понт, так сказать, это то, что просто затягивает. Вот, например, вот с парашютом, да, мне самому понравилось. Первый раз, да, это было ради понта, как вы сказали, прыгнуть, а потом это затянуло. Ну, с парашютом там еще есть какая-то, ну, тоже прыгали раньше. Но вот вы прыгаете между вагонами? Нет, и такое, на самом деле, отношение не понимаю молодых людей и осуждаю. Ну, понятно, спасибо. И слава богу, что на самом деле молодежь осуждает молодежь, значит, им на своем языке легче будет все это понять. А очень много ребят, вот я почитала, посмотрела составы этих групп, почитала, что они пишут. Это хорошие ребята, я же еще раз повторяю, которые очень классно учатся, которые действительно интересные. Но здесь есть проблема, почему они этим занимаются. Действительно, мы вернемся к этому, и много раз. А амбиции, вот, например, выиграть Олимпиаду, может, я глупость говорю, но выиграть Олимпиаду по математике. А кто оценит из сверстников? Это никто не оценит. Это не модно. Сейчас не модно учиться. Сейчас модно прикольно компьютерную игру пройти, прыгнуть с электрички, с крыши, может быть, тоже прыгнуть. Я, наверное, сейчас тоже глупость скажу, но мне кажется, что человек, который, все-таки мы говорим о возрасте 15-16 лет, то есть человек, который в этом возрасте, там, прочитал Льва Толстого или Достоевского, он в первую очередь задастся вопросом, а зачем мне прыгать с крыши? И если ответ будет нелогичным, то он туда не пойдет. Это большая глупость, потому что человек в 15-14 лет находится в переходном возрасте, самом сложном, самом ранимом и самом неуверенном в себе. И именно в этом возрасте он ищет человека, который станет его помощником, назидателем, который его поведет. Простой аргумент. Подожди, Стас, минуточку я договорю. Мы тоже были в 15-летнем возрасте, мы не прыгали на крыши электричек и куда-то еще. Я не буду рассказывать, чем я занималась. Ну, слава богу. В своем возрасте, но дело не в этом. Мы всегда в этом, дети вот в этом возрасте ищут какого-то куратора. Да. В школе учителям, мы все знаем, плохо платят, им некогда. У них масса ставок. У про учителей все ясно. Родители на работе. Соответственно, кто остается? Друзья. Друзей в интернете виртуальные есть, но ими не насытишься. А вдруг вот попалось такое сообщество. И там вроде тебе готовы и принять, и помочь, если ты вступишь. Слушайте, ну так, если так дальше пойдет, то дальше они просто пойдут в криминальные... Потому что там тоже сообщество, там вообще круто, там на мокрое дело идут, там и нервы щекочет. Еще денег нужно много заработать, если вот продолжить вашу линию объяснений. Возможно, но есть еще один момент. Стас сказал о том, что они, почитав Толстого и Достоевского, должны задуматься. Так вот, назовите мне детей, которые сейчас... Добровольно. ...читают Достоевского и Толстого. Вот смотрите, что происходит в мире. Совсем недавно 20-летний футболист с длинным именем Тиаго Мануэль Диас Корея, он же Бебе, куплен величайшим клубом Манчестер Юнайтед за какие-то бешеные деньги. Футболист, который никогда не играл ни в одной профессиональной команде, просто пацан из трущоб, был чемпионат мира для бездомных, и он там забил больше всех мячей. Его спросили, а как ты вот этого добился, если ты не профессионал? Он говорит, понимаете, я жил в приюте, там особо заняться нечем, мы с ребятами круглые сутки играли в футбол, вот я и научился. И теперь он будет работать, зарабатывать неплохие деньги и сделал себе жизнь из какого-то детского увлечения. Если вы, вот вам нечем заняться и хотите как-то пощекотать себе нервы, идите играйте в футбол. Может быть, сборная России по футболу лет через 10 тогда мы доживем до того, что она станет чемпионом мира. А я добавлю, что наши государства, наши чиновники должны понимать, что чтобы играть в футбол, в теннис и так далее, нужны бесплатные секции, так как это было в советское время. Время, которое я с удовольствием ругаю. Но вот сейчас просто так детям пойти и заниматься каким-то таким интересным видом спорта, там плаванием и так далее, нужны деньги. До тех пор, пока у нас все это будет за деньги, вот у нас дети будут уходить и бесплатно прыгать с небоскребов головой вниз. А мне еще очень хочется, чтобы и родители помнили о том, что в каждом ребенке может открыться какой-нибудь рифрайдер, и чтобы наши мамы и папы уделили хотя бы по 10 минут, но полноценных в день своим детям.